Стремиться к лучшему, встречать утро с комфортом и быть уверенным в завтрашнем дне. Провести с близкими и любимыми самые счастливые моменты, радоваться жизни и бережно хранить эти мгновения. Ведь семья – это самое дорогое, что у нас есть, и она достойна лучшего. Группа компаний «Солерс». Эфир нашего телеканала продолжает программа «Город сегодня». Здравствуйте. С тех пор, как интернет стал доступным и широко распространенным, многие люди буквально поселились в социальных сетях. И начинают день с просмотра ленты сообщений и не ложатся спать, пока не поставят все лайки и комментарии. Интересы пользователей соцсетей могут быть самыми разными – от любимых котиков и милых детей до обсуждения мировых проблем. Но все больше людей стараются использовать соцсети по делу. Две трети казахстанцев проводят в интернете более чем час в день. Об этом говорят данные социсследований. Самые популярные сети – это ВКонтакте, где преобладает молодежная аудитория. И Фейсбук, который предпочитают люди старше 35 лет, с высшим образованием и широкими интересами. Более 600 тысяч граждан Казахстана уже имеют здесь свои страницы. Ну а чем больше аудитория, тем более она интересует тех, кто в интернете зарабатывает. Предприниматели уже почувствовали вкус к распространению рекламы, размещают ее не только в ленте, но и прямо на наших страницах. Это, конечно, всем не нравится. Но как тогда правильно бизнесу находить путь к людям? Поговорим об этом с сегодняшней нашей гостями – маркетологом Айнурой Кугай. Айнура, привет! Привет! Айнур, правильно ли, что сейчас люди заполоняют рекламу без разрешения в социальных сетях? Ну, если ваша страница открыта и доступ к ней имеют все, то почему бы нет? То есть понятно, что вы не можете на это как-то влиять, блокировать. Единственное, что вы можете постоянно чистить ленту, блокировать, отправлять жалобы. Но, как показывает практика, это занимает очень много времени, поэтому редко кто этим занимается. Я знаю, что у многих бизнесменов есть свои странички, они выкладывают различные объявления, там рекламируют кафе, либо салон красоты, либо свой бизнес, продам трубы, металл и так далее. И потом появляются другие объявления. Вот как быть с такими людьми, которые без разрешения все это делают? Ну, только блокировать. И все? И отправлять жалобы, соответственно, там, если это в Фейсбуке, вы жалуетесь в администрацию Фейсбука и так далее и тому подобное. Вы когда-нибудь сталкивались с подобными проблемами? Ну, к сожалению, мои личные страницы не так подвергаются атаке спама, но есть, конечно, такие, редко я уделяю этому внимание, специально что-то зачищаю, удаляю. Люди просто продвигают свой бизнес всеми путями. Можешь назвать неудачные примеры, которые послужат уроком для других? Ну, я не могу назвать конкретно, чтобы никого не обидеть, но есть очень много страниц в актюбинском инстаграме, где рекламируют себя, к примеру, кафе. И когда появляются какие-то комментарии от гостей, которые остались недовольны сервисами или блюдами, качеством блюд, администрация кафе вступает в какие-то диалоги, причем чаще всего они бывают конфликтными. То есть, там, вы сами виноваты и так далее и тому подобное. Вот эти моменты, к сожалению, вот как справляться в таких ситуациях с конфликтными вопросами, как их разрешать, никто наших предпринимателей не учит. То есть, да, мы можем открыть аккаунт, завести его и постить туда много фотографий наших вкусных блюд, но мы не научились разговаривать с нашей аудиторией целевой и работать с ней. Вот это вот, к сожалению, это проблема. А где можно учиться тому, как продвигать свой бизнес в социальных сетях? Продвигать свой бизнес в социальных сетях можно научиться в интернете. Для этого нужно быть очень кропотливым, немного нудным, наверное, иметь достаточно такой аналитический, наверное, склад ума, чтобы найти всю эту информацию, профильтровать всю ненужную воду, найти самые полезные ссылки именно для себя. Да, вот, но для тех ленивых людей, которые, к сожалению, не хотят тратить на это время, мы предлагаем буквально вот в четверг прийти на тренинг Дамира Халилова. Это специалист из Москвы в области интернет-маркетинга, он работает более 14 лет. И как раз Дамир даст мастер-класс, даст тренинг по поводу того, как продвигать свой бизнес или себя в социальных сетях. Где пройдет мероприятие? Давайте еще раз напомним всем тем, кто собирается создавать нормальную рекламу в интернете. Мероприятие пройдет в четверг в Капитал Плазе на четвертом этаже. На сайте libertymarketing.kz есть вся полезная информация. Можно найти, посмотреть, что, как, сколько стоит, во сколько начало и, в принципе, посмотреть всю информацию о тренере. Айнур, даже для продвинутых пользователей буква SMM это загадка. А вот как вы сами используете маркетинг в соцсетях? Маркетинг в соцсетях использую пока с теми знаниями, которые есть у меня. Но это не значит, что я специалист именно в SMM сфере. Тоже учусь многому и в данном случае в четверг я тоже буду учиться вместе с остальными желающими прослушать тренинг. Сейчас использую маркетинг в социальных сетях для своих личных проектов, для продвижения каких-то социальных проектов, либо мероприятий. Также есть у меня личный свой бизнес, который я также продвигаю через социальные сети. И это очень удобно, но это не значит, ну, то есть, как бы, есть такое понятие, да, совершенству нет предела. То есть, никогда не стоит останавливаться, нужно узнавать больше. И я считаю, что именно актюбинская аудитория и тем, кто продвигает что-то в социальных сетях в Актюбинске, им просто необходимо получить эти знания. Вот, сказала, что есть свой бизнес, и его продвигаешь тоже через соцсети. Скажи, есть ли от этого результат? Вот, просто интересно. Конечно. Есть результат. И другие бизнесмены тоже, да, получают этого? Ты же все-таки общаешься чаще с ними. Да, просто все зависит от того, как вы это используете. Потому что я, например, знаю очень много примеров, когда отдают, заводят аккаунт в социальных сетях, отдают его кому-нибудь из администраторов, либо из официантов, да, если речь идет о кафе, ресторанах. Вот, не доплачивают чаще всего этим работникам за их дополнительную работу. Я все-таки считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Для этого есть специальные интернет-маркетологи, которые будут заниматься именно продвижением в социальных сетях, в интернете. Айнура, спасибо большое, что сегодня пришла в нашу студию. Было очень интересно побеседовать. Как и когда использовать социальные сети, решайте вы сами. Главное, вовремя понять, что можно и чего не стоит делать. Так что принцип «не навреди» важен не только в медицине, но и в любом другом деле. Мы желаем вам крепкого здоровья и всегда делитесь своими темами на страницах в социальных сетях, а также на сайте rikotv.kz. Наш генеральный партнер – группа компаний «Солярс». Всех вам благ и хорошего настроения. Стремиться к лучшему. Встречать утро с комфортом и быть уверенным в завтрашнем дне. Провести с близкими и любимыми самые счастливые моменты. Радоваться жизни и бережно хранить эти мгновения. Ведь семья – это самое дорогое, что у нас есть. И она достойна лучшего. Группа компаний «Солярс».